Человека особой профессии с почетом проводили на пенсию его коллеги. Сотрудник пожарной части номер 15 Андрей Кудряшов проработал здесь 12 лет. Сам молодой пенсионер, а ему в этом году исполнилось 45 лет, признается, уходить со службы не хочет. Слишком многое связывает его с этим местом. О том, как провожать друзей на заслуженный отдых в нашем сюжете. Отмечается, что пожарные и спасатели – люди особой профессии. Это те, кто знает, как вести себя правильно в любой чрезвычайной ситуации. Кто привык рисковать своей жизнью ради спасения жизни других. И нет для огнеборца лучшей награды, если риск оказывается оправданным. Не каждый сможет работать пожарным. Нужен особый характер, чтобы человек был ответственный, смелый, решительный и даже фанатичный. Пожарный должен обладать быстрой реакцией, самообладанием и многими другими качествами, подчеркивают сами специалисты. Здесь не могут другие служить, понимаете. Здесь служат не потому, что это как-то там связано с какими-то привилегиями, деньгами. Нет. Здесь люди служат, которых любят свое дело, которым нравится это все. По зову сердца, души, состояния, как угодно это можно назвать, но не как за другие какие-то там поблажки. Поэтому и я здесь. Ровно в 9 часов утра сотрудники пожарной части собрались на торжественное построение. Сегодня они провожают своего друга и коллегу на заслуженный отдых, на пенсию. Среди тяжелых трудовых будней это событие – лишний повод для воспоминаний. День, когда можно оглянуться назад и посмотреть на годы, которые отдал своей любимой работе. И хотя бывало тяжело, о своих заслугах они рассказывают скромно. Но только не в этот день. Человек слова, человек чести, с этим человеком смело можно идти в разведку. Он готов прийти тебе на помощь, независимо от времени и независимо от ситуации. Проводы на пенсию прошли в торжественной обстановке. За высокий профессионализм и большой личный вклад в обеспечение безопасности начальник гарнизона поздравил Андрея Кудряшова с выходом на пенсию и подарил огнетушитель на память с подписями всех сотрудников части. А приглашенный по такому случаю ученица первого класса Варвара Потапова прочитала очень трогательное стихотворение.